здравствуйте друзья я рад вас приветствовать и предлагаю вашему вниманию еще одно видео на тему как деятельность канала голос силиконовой долины и ее ведущего и создателя михаила бортнова оказывает влияние на жизнь забегает трех раз скажу что оказывают очень здорово оказывают влияние на жизнь это я сказал для тех кто по причинам не сможет смотреть это видео до конца но теперь обо всем порядку как мы познакомились с каналом как узнали о существовании ну до этого сентября надо сказать что мы вообще не знали о существовании этого канала и как мне видится теперь аудиторию канала можно разделить на три основные группы людей первая это те кто интересуется вопросами миграции жизни сша и вторая категория это люди связывающие себя с свое будущее с профессией тестировщика в сфере айти и есть еще одна категория людей которая интересует и вопросы первой группы и вопросы второй группы один из таких людей сейчас находится перед нами в этом году в мае наша семья выиграла лотерею green card и отправившись после первого такого потрясения мы судорожно стали искать информацию потому что мы не были к этому готовы как я думал большинство людей которые играют лотерею именно в этот период на первый раз столкнулись с благосферой до этого у нас не было такого опыта и мы стали с упоением слушать блогеров то есть тех людей которые тратят свое время силы проявляя свое творчество чтобы помочь людям то есть ответить на какие-то вопросы на рассказе своей жизни и приобретенном опыте жизни в сша и все что связано с переездом с вопросами миграции пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность каждому кто этим занимается друзья я снимал это видео три дня я так уж отался я еще больше вас уважал спасибо вам большое не останавливайтесь в своем прорыве помочь людям и проявить себя как творческие личности спасибо большое что интересно что на такого блога монстра как михаил портнов мы вышли совсем считайте в мае мы выиграли а в сентябре только мы начали слушать было силиконовой долиной и нам понравилось мы послушали несколько видео мы увидели обаятельного ведущего мы увидели такое почувствие открытую атмосферу доброжелательности и готовность оказать помощь прошло немного времени после начала нашего знакомства с каналом как мне на глаза попадается негативная информация о канале из разъяда знаете ли зловещей правды которая раскрывает истинную сущность и деятельность в истинном свете михаила портнова цель людей которые пишут подобные пасквили создают дискредитировать деятельность человека и испортить они общественное мнение с этим правомерно задать вопрос испортилось ли ухудшилось ли моё мнение о михаиле или нет ответ положительный да моё мнение о михаиле не ухудшилось и я объясню почему вот эти мелко анонимные укусы они создают отличный фон для восприятия для серьезного и уважительного восприятия информации которая подается на канале вот таким которая мелькалась сзади меня за спиной это наш младший научный сотрудник 7 летний фотография я просил не мешайте мне пока я снимаю видео аннеджиш ну да как бы классик не суть продолжить моё видео будет неполным если я не упомяну о личном общении с михаиле первичем я расскажу подробнее как это произошло недавно он начал юбилей у них с Иваном был юбилей и мы отправили короткое поздравление моя жена отправила и в конце приписала строчку по нашей ситуации совсем скоро пришел ответ спасибо за поздравление как и мы в скайпе поболтаем для меня это был ответ вежливого человека а для моей жены она воспринимала это буквально он хочет с нами погонить скайпе давай хотя он не писал не назначал нам ни времени ни особого желания не не безъявлял да не удержимого беседы с нами скайпе но она говорит давай она напишет ну давай взяли мы записали наши координаты в принципе почти уже пришло подтверждение и все как бы нормально почему нет вежливый человек вежливый ответ нормально а ведь ну давай звонить ему я стал входить в ситуацию и мы слушаем наверное не очень-то культурно вот как бы сразу беспрезвительной договоренности человека беспокойся ну он же дал свои координаты значит он не против с нами поговорить но логика в общем-то железная поэтому я пытался просто противляться но мне самому было интересно позвонить знаете человек который тоже не один десяток раз увидел в рамки 16 на 9 и тут где есть возможность не поговорить в живую без сценария как с героями сериала но ведь герои сериала отличаются от реальных которые играют на экране я боялся разочарования разочарование когда у тебя есть определенный образ человека когда мы находимся на расстоянии когда обращаясь к нему с какой-то просьбой или имея опыт личного общения мы понимаем что наш образ он не соответствует действительности и это приносит огорчение я не хотел такого у меня было внутри опасения одним словом позвонить ему позвонить Михаилу в скайпе Михаил уже видел самым обычным образом как он всегда выглядит на своих видео но только в домашней обстановке и в наушниках вы знаете мы за это время остался такой достаточно долгий продолжительный разговор 30 минут мы обсудили большое количество тем чувствуется что человек ценит свое время ту плотность информации которые создает Михаил Петрович во время разговора она поражает порой мы успели поговорить о Селениуме, о Джаве, о распределении средств в строительстве на американском рынке, о особенностях автоматизированного тестирования, о некоторых географических точках города Минска и обсудили массу вопросов и личных проблем тоже коснулись что связано с нашей ситуацией конкретно вот время пролетело незаметно и все, мы поговорили это произвело на нас большое впечатление чувствовать что человек ценит свое время и время собеседника этому надо учиться конечно я пробовал посчитать сколько стоит его время и мое и знаете с одной стороны вроде ничего особенного не случилось мы полчаса побудрились с человеком по скайпу но если взять в внимание контекст как происходят разговоры а я сейчас постараюсь посвятить эти детали это было воскресенье воскресенье для нас это было свободное время когда мы могли себе позволить в вечернее время позвонить на другой конец света ну и поболтать для него это было время как потом выяснилось утро единственного выходного между душем и замки полчаса я пытался поставить потом себя на его место и даже в смелых мечтах я не находил себя особо желающим быть разбуженным звонком по скайпу беседовать с незабываемыми людьми пытаться им показать помощь в каких то вопросах в которых они сами не знают чтобы я им помог и ответить на вопросы которые они еще сами для себя не сформулировали да но у него это получилось тем не менее это конечно произвело нас впечатление большое впечатление и мы с благодарностью еще раз вспоминаем этот момент когда мы делаем внимание вместо того чтобы идти за семейный завтрак разговаривал с совершенно незнакомыми людьми поэтому когда он между делом в своем видео говорит и рассуждая о том что в жизни главное и ради чего мы делаем то или иное я думаю что ради денег ради славы помочь людям что-то дать что-то принести вот в чем кайф и теперь эти слова они просто становятся на свое место я вижу человека который не только декларирует какие-то правильные вещи но он живет согласно принципам которые исповедуют это здорово это заслуживает положение и это редкость в нашем мире ну и в качестве иллюстрации влияния оказанного канала на мою жизнь я поделюсь некоторыми фактами сейчас я нахожусь на финальной стадии обучения профессии тестера в январе у меня запланировано интерншип участие в реальном проекте как тестировщика и на рассмотрении моя заявка на дальнейшее обучение по автоматизации в одной из крупнейших ради компаний в Беларуси в связи со всем очень величисимым прошу считать влияние оказанного канала на мою жизнь проиллюстрировано ну и так как время уже близится к шапочному разбору а зная какую славость впитает ведущий канала главным убором я не могу упустить возможность попытаться вызвать приступ зависти итак внимание шапка это главный убор из академии ВВС из Колорадо племянница привезла буквально летом оригинал я хочу применять непосредственно отношение к ВВС имею право не знаю удалось ли мне вызвать приступ зависти отсюда очень плохо видно но не это было моей целью вообще говоря о целях и надеждах которая связывается с этим проектом я хочу выразить надежду что мой проект займет достойное место среди других претендентов а если нет то ничего страшного в конце концов флаг так или иначе я себе раздобуду ту денежную премию которую обещали победителю по моему тысячу долларов это не та сумма которой мне не хватает сейчас для полного счастья единственное о чем стоит сожалеть это о книге с авторским посвящением в наших широтах ее будет практически невозможно купить но я думаю что если принять во внимание небольшое количество участников в конкурсе Михаил Петрович найдет возможность в наше тяжелое время и одарит нас экземплярчиком всем кандидатам я хочу пожелать успехов как в творчестве так и в своей профессиональной деятельности делитесь об этом помогайте тем кто рядом вдохновляйте окружающих и это вернется на столице всем спасибо пока берегите себя до свидания